Вы часто говорите, что молодежь передовой отряд церкви. Разрешите доложить обстановку на передовой? Наша молодежная организация уже более 13 лет пытается творить дела добра. И вот открыли новую Покрововскую школу добра участниками вестали, школьники, администрация районов. Молодцы. Я очень порадовался, когда я вас сегодня увидел. У меня прямо душа порадовалась. Потому что от присутствия молодежи в храме идет точка отсчета вообще всей церковной жизни. Есть молодежь, значит есть жизнь. Нету молодежи, умирает. Понимаете? Поэтому вы до передней линии творите со всем. Одно из направлений нашей Покрововской школы добра называется «Вернись в реальность». Потому что мы очень хотим помочь молодежи вырваться из виртуального мира. Но вы там умеете все это делать? Мы умеем, но пытаемся отмечать молодежь от этого. Вот вы там и отвлекаетесь. Таким образом. Люди прожили без телефонов и были счастливы. Вы были на повесной теле, где были в поход на Арктик, где были без связи. А где это вы были? Это вот. Десять дней мы были без интернета. Это были одни из лучших дней нашей жизни. Ну конечно. А зоны для наших родителей. Долго мне Господь. Десять дней без интернета. Самым масштабным событием являются внутренние праздники. Это рождественские и пасхальные праздники для детей силов. 200 детей приезжают к нам и 600 детей нашего района. Они принимают в праздниках участие. И более 150 молодых людей нашей организации, наших друзей принимают участие в организации этого сложного праздника. Потому что мы подняемся в сентябрь. Отец меня ввести. Все это поддерживайте. Молодцы. Спасибо Господи. Не только ребята к нам приезжают, но и мы к ним ездим. Мы за это время очень служились. И постоянно переписываемся в соцсетях. Они у нас берут теперь советы. Вот. И сегодня они стали добровольцами Покровской школы добра. За стенами храма проходит благотворительная ярмарка. Куда они передали свои субиниры. И вот мы хотим вам презентовать этот маленький подарок. Спасибо. Как тебе зовут? Анастасия. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Помогает мне. Я в судебские качества. Давай надеваем одежду. Будем одевать русскую православную одежду. Продолжение одежды. А самое главное, чтобы они идейно присутствовали здесь. Спасибо. Чтобы потребность была. А для того, чтобы потребность была, вы должны издавать пример. Вот вы можете это сделать. Вести в воду, конечно же, надо сделать. В России и вести это тоже очень важно. Спасибо Господи. Помимо общественной работе. Ваш Летейшина, наш театральный турист существует уже 8 лет. И был такой очень хороший случай, потому что не нужно в миссионерских походах произвести свою сказку. И после нее женщина как категорически не хотела креститься. Встала и сказала, я хочу креститься. Ваш Летейшина, центр нашей деятельности, походы миссионерские. Кировский край на Урал. И зачем благословить молодых детей на брак, наш батюшка советует, направляет, пройти общий. Поход. Да, поход. Спасибо. Это очень правильно. Поход очень многие выявляют. Уровень чувства, уровень жертвенности и солидарность. Это очень правильная эпатология. А вы, значит, как? Пара семейная. Я как раз приехала с Урала, из поселка Тёплая гора. И как раз научили меня молиться миссионеры из Пахрова. И 9 дней назад уже они подарили мне молитвослов. Моя мама задавала мне много вопросов. И со временем не стали родители понимать, что они построили в нашем поселке храм. Прекрасно. Спасибо, что вы посылали к нам миссионеров. Спасибо, Господи. Помогайте, вы, короче. Она говорит, мама пришла, она говорит, ты где была? Она просилась, что ты там говоришь? Тебе не понять. Чего? Мне хоть не понять. Ну-ка, расскажи. А папа храм построил. Директор Лесопилки построил храм. После воскресной школы. Спасибо, Господи. Помогай Богу. Сегодня, вчера прилетели. Вчера прилетели. Молодцы. Ваши дети, в 2003 году наша организация образовалась 55 бар. Мы являемся 55-й баром. 55-й. 55-й, да. В декабре мы взлетались. А после Рождественского... А сейчас нет. Я не на Рождествен. Нет, ну это рекорд, я думаю, по Москве. А после Рождественского поста? Мы планируем обречаться после Рождественского поста. Иначе это просто... Спасибо, Господи, помогай Богу, мои дорогие. Замечательно. Только храните любовь в сердце. А самое главное, когда любовь сопровождается вот этими ухаживаниями и всем прочим, это все как бы такой цветочный период. А в жизни никогда не бывает цветочный. Поэтому, когда войдешься в трудности, а в трудности в возрасте, да, вот тогда нужно хранить эту жизнь. И вот здесь помогает вера, вера, обещание Бога, потому что жизнь очень сильно может разнорбанить человека. Вот это все так может. И сейчас у вас это, пух, космический полет. А вот когда все это закончат, и начнутся трудности, вот тогда испытания и любовь без веры почти невозможны. Поэтому вот храните вас, Господи, помогаю вам, мои дорогие мои. Так, а у нас здесь что? — Ваши свидетельства? — Большое право — это массовые беседы для учителей младших классов. Детей обогланных, которые отвечают на субтитры и учителями обога. — Правильно. Учителя. — Учителя. — Учителя, учитель. — Учителя, учитель, для которых не готовят субтитры, возможно, когда могли помочь субтитры. — Да. Ну, сейчас вот это самое главное. Надо усиливать. — Это уже принесли. — Не могу не учитывать. — Да, я принесли. — Вы участвует в этом? — Да. Ваше святейчество, мы активно принимаем участие в волонтёрских движениях и хотим поблагодарить вас за такую возможность, молиться и трудиться вместе с волонтёрами. А самое главное, что у вас самостоятельная молодёжная организация, как всегда.